Дзюдоистка Нергуяна Никифорова подтвердила свой прошлогодний статус. В Кемерово на первенстве России среди молодежи до 23 лет спортсменки из Якутии не было равных. С надеждой якутского спорта встретилась Нергуяна Егорова. Каждая тренировка начинается с зарей – приветствия на коленях. В училище в зале дзюдо занимается 12 спортсменов. Среди воспитанников лидерами являются Артур Ефимов, Владислав Хан, Аина Моисеева и Нергуяна Никифорова, которая второй год подряд не уступает пальму первенства. Я, получается, в ноябре последний раз боролась. У меня был долгий перерыв после травмы, 5 месяцев. И вот это был мой первый серьезный старт после полученной травмы. Волнение было, конечно, очень сильное, потому что стартов не было. В весе до 78 килограммов было заявлено 20 спортсменок. Нергуяна провела 4 встречи, все схватки, кроме второй. Выиграла досрочно на излюбленном приеме передней подножки. Дебют у нее был. В прошлом году она тоже до 21 выступала. В новой весовой категории пришла. Мы думали, что она в тройку должна зайти. И оцениваем борьбу хорошо. Нергуяна дзюдо занимается с 2010 года. Первым тренером является Валерий Герасимов. В шестой год тренируется под руководством старшего тренера республики Дамдина Камбадорша. Является чемпионкой игр «Дети Азии», призер Кубка Европы, двукратная чемпионка и призерка первенства России. Это последние два первенства России, которые проходили в 2016 и в 2017 году. Это два золота. Для меня такие две самые дорогие медали. В этом году планирую бороться на чемпионате России, который пройдет в городе Нальчик. Это будет в сентябре месяце. На чемпионате России среди взрослых нужно войти в тройку призеров для того, чтобы попасть в основной состав сборной страны. А среди молодежи еще предстоят два этапа Кубка Европы в Оренбурге и Германии. По итогам этих соревнований будет объявлен состав на главный старт первенства Европы. Нергуяна Егорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.